и снова здравствуйте всем привет и так долго я искал информацию многих спрашивал как можно перетаскивать именно кадры с анимацией между первым допустим кадром и вторым вот с этой информации помог мне макс надольный и так заходите на канал макса надольного общайтесь у него очень много информации которые он может поделиться задавайте вопросы спрашивайте ну а я вам покажу как это все дело на русском ролик на английском а я вам по-русски сейчас попробую показать как это все дело происходит значит так буду использовать куб не буду использовать какие-то там крупные анимации и так у нас есть первый кадр прописываем и локация пишем второй кадр допустим куб должен оказаться здесь это и локация и на четвертом на третьем кадре куб должен оказаться где-то в этой части и локации и так вот я хочу добавить вот вот этот кадр 2 передвинуть поближе к третьему ну чтобы здесь появилась другая задержка что делаю значит так я захожу пай бак и нажимаю сап фарф фрейм вот так прям суд этот теперь выделяю нужный мне кадр зажимаю и контрол и начинаю ведь его двигать вот и двигается анимация вот такая штука я могу теперь второй кадр приблизить ближе к первому и получается так ставлю три кадра анимации и смотрите что получается быстро базара нет ну помедленнее давайте попробую поставить это значит 24 кадра это секунда вот ставлю секунду ставлю 24 кадра и смотрим что происходит вот видите какое торможение теперь я выбираю значит вот этот наш кадр вот это четыре с половиной нажимая английскую g и control и передвигая его так не бросая значит вот и смотрим теперь анимацию у нас тут получается секунда вот уже анимация мягче да вы скажете можно поставить g на 14 будет тот же результат так вот в этом случае будет тот же результат мы можем передвигать на полные кадры замедление ускорение замедление ускорения или наоборот но есть сложная анимация допустим если я сейчас пропишу вот на этом кадре а и локация камеру включаем то она прописывается веке на девятнадцатом кадре стоит бегунок на между девятнадцатым и двадцатым пробуем еще раз и локация и все равно он пишет на девятнадцатый кадр теперь мы девятнадцатый кадр делаем g control и перетягиваем допустим вот между двадцатым и двадцать первым и смотрите какой получается результат еще другая вариация движения вот и как много вот этих покадровок в каких-то жестах да именно вот этот кадр я видел на некоторых анимациях где прописаны все вот эти кадры именно между двадцатым и двадцать первым этапом в майке такая штука и вот нашел эту информацию теперь я прописываю 21 кадр чуть-чуть его допустим еще перебираю и локация и прилегая его g control поближе к этому складу и вот рывки видите если сейчас делать это то же самое но с движением руки то будет совсем другой эффект благодаря вот этим под кадром можно достичь прямо классной штуки ну вот такая информация все всем пока до свидания